Всем привет, с Вами Юлия и мой факультет рукоделия. Это заключительный урок курса по созданию Слингобус своими руками. В предыдущих уроках мы с Вами научились обвязывать бусины разной величины, разобрались, как создавать интересные фактуры вязки, сделали дополнительные элементы для дизайна. Если Вы еще не видели первые уроки, в конце этого видео я оставлю переход на них, или зайдите по ссылке в описании. А сегодня нам осталось собрать Слингобусы, и я покажу несколько вариантов, Вы можете повторять за мной, или включить фантазию и создать свой дизайн, обязательно присылайте в группу ВКонтакте фотографии своих работ. Раскладываем бусины в том порядке, в каком они должны быть в готовом изделии. Чтобы бусы выглядели ровно и аккуратно, располагайте их в одном направлении. Ориентируйтесь на цветочек, который мы вязали в начале каждой бусины. Для этой модели Слингобус я использую два шнура. Нанизывать бусины на шнур мы будем при помощи крючка. Чтобы крючком было легче ухватить шнур, и он проходил в бусину легко, мы оставляли хвостики ниток по длине. Продеваем оба шнура в первую бусину и завязываем узел. Лишние нитки обрезаем. Лишние нитки обрезаем. Теперь проденем шнур в кольцо и оба шнура заведем через большую бусину. С противоположной стороны кольца крепим бусину двумя узелками. Элемент подвески готов. Дальше на оба шнура нанизываем бусины в том порядке, в котором мы их подготовили. Музыка 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 когда нужно будет развязать бусы. Завязываем с двух сторон двойные узелки, чтобы бусина не съезжала. Такой узел точно не развяжется, и даже если ребенок сильно за нее потянет, она останется на шнуре. Ну что ж, первый вариант слингобус готов, на мой взгляд получилось шикарное украшение, яркое, нарядное, стильное и малыш надолго будет увлечен. Следующий вариант у меня получился ярко осенним, в желтых, зеленых и оранжевых тонах. Эти бусы будут без подвески, но оригинальность им придаст игра размеров. По центру расположены самые крупные бусины, и к концам шнура размер бусин будет уменьшаться. Акцент этой модели придадут цветочки и рельефные бусины. На концах также крепим маленькие стопорные бусины. По моему получилось очень эффектное украшение. Думаю, они понравятся не только малышу, но и мамочка будет в центре внимания в таких ярких слингобусах. Следующий вариант дизайна еще более эффектный. На большой бусине я связала шапочку и сделала вышивку глазки, нос и губки. На остальных бусинах приделала ножки из шнура. У меня получилась гусеничка или сороконожка. Такие слингобусы можно не только носить на шее, но и использовать в качестве подвески на коляску или кроватку. Уверена, такая гусеничка не оставит малыша равнодушным. И еще покажу один вариант с кольцом посередине. В этой модели также используют два шнура. Складываем каждый шнур пополам и делаем петлю на кольце с двух сторон. Дальше нанизываем бусины, которые подготовили. В маленькую бусину продеваем все 4 шнура, это будет фиксатор. Лишнюю длину шнуров обрезаем и делаем на каждом узелок. Эта модель больше похожа не на бусы, а на колье. Надеюсь, она тоже понравится и мамочке, и малышу. На этом курс факультета рукоделия по созданию слингобус закончен. Надеюсь, он был для Вас полезным. Мне будет приятно, если Вы оставите свои отзывы в комментариях и поставите лайк, ведь это не займет у Вас так много времени и уж точно намного меньше, чем я создавала этот курс для Вас. Не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, ведь впереди еще много интересных мастер классов. Увидимся в новых видео, с Вами была Юлия, пока, пока.